Доброго времени суток. Вы смотрите современный разговор с независимым российским военным экспертом Алексеем Флопотовым. Здравствуй, Алексей, рад тебя видеть. Россия, привет, взаимное привет всем подписчикам, слушателям. Ты знаешь о том, что Азербайджан восстановил свой сувеницет полностью. 35-летний период оккупации, трагический период в истории азербайджанского народа государства остался позади. Но сегодня мы видим, что мы продолжаем сталкиваться с новыми вызовами со стороны Европарламента, со стороны Франции и других государств, которые требуют санкций против Азербайджана, мотивируя тем, что Азербайджан якобы совершил этические чистки против армян Карабаха. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, что я думал по этому поводу? Я думаю, что мир сошел с ума просто-напросто. Потому что не далее, как пять лет назад тот же Европарламент четко заявлял свою позицию по Карабаху. Карабах является частью Азербайджана. И вопросов в этом не было. То есть абсолютное международное признание права Азербайджана на территории Карабаха. Понятно, что сейчас вот эта вот волна, она инспирируется проигравшей стороной. Ну, можно сказать, им обидно, что ли, потерять свой контроль над таким регионом. Но, в общем-то, я не думаю, что в Армении не сознавали, что все к этому придет рано или поздно. Теперь они прячутся за спину и Европарламента, и Франции, и Германии пытаются обвинять Россию в каком-то непонятном предательстве. Предательстве чего, кого тоже абсолютно неясно. Идут такие метания. Пашинян и его команда просто-напросто пытаются, на мой взгляд, каким-то образом отмыться, что ли, от всей этой ситуации. Как-то найти какой-то выход для себя, именно, больше для внутреннего, что ли, потребления. Как-то объяснить народу Армении вот эту всю ситуацию. Потому что, ну, столько лет, значит, они пытались удержать Карабах у себя. И, в конце концов, вот так вот потерять бездармо. Ну, собственно, отсюда у них идет обращение к западным лоббистам. То есть, если раньше они могли апеллировать еще к Российской Федерации, то более-менее. А сейчас это фактически невозможно, в силу тут целого ряда обстоятельств. Ну, и, соответственно, идет обращение на запад, подыгрывание западу. Вот эти вот, опять же, обращения к России, с тем, что Россия там предала интересы Армении. Значит, это просто подыгрывание западу в нынешней вообще, как бы, политической ситуации. Ну, а запад, там сейчас настолько недальновидные политики, что, ну, что-то говорить внятное о них просто сложно. Та же Франция сейчас теряет все свои позиции в Африке. Германия не знает, что делать. С одной стороны, вроде как бы нужно поддерживать Украину, да, вот, на фоне спецоперации российской. С другой стороны, им абсолютно не хочется терять свои финансовые интересы в торговле с Россией. Они абсолютно не заинтересованы в санкциях. Они готовы, ну, вот, де-факто, Германия, она хоть сейчас готова отменить все санкции. Они готовы покупать газ в прежних и даже больших объемах российских. Вот. И вот они пытаются таким образом усидеть, как бы, на двух стульях. Вот. С третьей стороны на них давят Соединенные Штаты. И вот во всей вот этой вот мутной, мутном бульоне варится наша Армения, которая тоже, в общем-то, ну, не знает, чего хочет. То есть спросите армян, что вы хотите. Ну, наверное, если вот так вот по чесноку, они скажут, что мы хотим вернуть контроль над Карабахом. Но абсолютно всем понятно, что это просто нереально. Нереально не с юридической точки зрения, потому что, ну, всеми давным-давно признано, в том числе руководством Армении. Буквально вчера, 5 октября, Пашинян признал границы Азербайджана, включающие Карабах. Год назад, в 22-м году, Пашинян и Армения, значит, признали на то, что Карабах является частью Азербайджана. Азербайджана, значит, присоединились к Алматинской декларации 91-го года. Поэтому с силовой точки зрения, с правовой точки зрения, то есть все на стороне Азербайджана, но вот что вы хотите, армяне? Никто так и не скажет. То есть вот они упорно, а вот эта позиция тупого барана. К чему это придет, ну, в общем-то, сказать пока сложно. То есть это просто идет затягивание вот этих вот процессов, поддержание обстановки накаленности. Вместо этого лучше бы, грубо говоря, сесть, обо всем договориться, прийти к какому-то общему знаменателю, наступить ногой себе на горло, гордости, так сказать. К тому, как функция, основная функция любого государства, будь то, не знаю, там, России, будь то Азербайджана, будь то Армении, это обеспечение интересов своих граждан. А все то, что сейчас происходит в Армении, то есть это не идет, идет вразрез с интересами граждан Армении. Лучше им от этого не становится от слова вообще. То есть можно было бы спокойно обо всем договориться, не нужны были вот эти вот исходы. То есть о каком вообще геноциде идет речь? Буквально вот недавно в Карабах приезжала комиссия наблюдателей ООН. Никакого геноцида они там не увидели. То есть мы видим заявление президента Алиева, правительства Азербайджана, о предоставлении гарантий этническим армянам в Карабахе. То есть пожалуйста вам топливо, пожалуйста вам продовольствие, живите спокойно, работайте. Никто вас не выгоняет, никто вас автоматами там и штыками в спину не тычет. Ну решили вы уехать, ну это ваша добрая воля, так сказать. Причем тут какой-то геноцид. То есть это очередная, скажем так, попытка разыграть вот эту вот карту геноцида. Мы столько слышали про геноцид армян в Османской империи. По всей России непонятно, зачем расставлены вот эти вот хачкары, да, которые напоминают нам об этом. Хотя нам как россиянам, ну до этого в общем-то как до луны абсолютно без разницы. Давайте вспомним 90-е годы. Господа армяне, вы не вели геноцид азербайджанского населения? Тут-то уже факты доказаны и против этого никуда не попрешь. Поэтому, ну в общем-то, безумие нынешнего поколения политиков, вот буквально недавно просто пытался так вот сравнить, смотрел один из фильмов свежих о ситуации в Израиле 73-го года, войну судного дня, и вот посмотреть поколение политиков, которые прошли через Вторую мировую войну и нынешних. Такое ощущение, что нынешние политики, они вообще просто потеряли голову, потеряли всякий стыд, потеряли какие-то нравственные ориентиры, границы. И нынешний в мире творится какой-то сплошной бардак, никто ни за что не отвечает. То есть, причем на самом высшем государственном уровне в большинстве стран. Меня единственное радует, что Азербайджан, допустим, или та же Турция, значит, господа Алиев, Эрдоган, к таким безмозглым политикам не относятся. Но в целом происходит просто нечто сурвералистичное в этом нашем мире. К общественному мнению нынешние политики практически никак на него не реагируют, но постоянно им спекулируют. Ну, что тут сказать? Наш мир ждут еще великие потрясения. Я думаю, что ситуация Армении и Азербайджана тоже еще не все успокоилась. И будут еще конфликты, будут еще провокации с армянской стороны. Спасибо, Алексей, ты очень развернуто комментируешь, отвечаешь. Поэтому я тебе несколько вопросов свяжу в этом направлении. Значит, что касается того, что Европарламент, парламент Франции наезжают на Азербайджан, пытаются там призывать к санкциям. Вот я сегодня читал по итогам вчерашней встречи в Гранаде, от которой отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев по причине того, что там не хотели видеть Эрдогана. По итогам этой встречи был документ подписан, где было признано территориальное цивилизм Азербайджана Шиньян. Но Макрон сказал, что не нужно, как говорится, санкции к Азербайджану применять. Это, в принципе, было удивительно. Для такого политика, как он, который, в принципе, теряет очень много международного авторитета для Франции. И внутри Франции самой тоже беспорядки. В период его, значит, нахождения у власти. Плюс, если ты говоришь, что они, армяне, хотели бы вернуть себе Карабах, тогда вопрос, почему они дружно, мирно собрались и все выехали, да, там очень, десятки тысяч выехали. Это было санкционировано так или спланировано заранее? Я думаю, что, я думаю, не только со стороны клана лобби армянского, но и, наверное, каких-то французских институтов, которые потом будут это использовать против Азербайджана, так же, как в течение ста лет используется вот эта карта событий 19-15 против Турции. И, кроме того, я думаю, что очень многие армянские организации и те же самые, я говорю, лобби, депутаты, парламенты в разных странах, они использовали вот это все для того, чтобы обогащаться за счет продвижения темы территориальных претензий к Карабаху, к Азербайджану. А можно ли допустить, что вот так, как они потеряли уже свой рычаг давления на Азербайджан и как они сказали, что Карабаха распускается и так далее, усилить эти же, значит, настроения и стремления в отношении, допустим, Джалахетия в Грузии или же вот этот самый Северный Кавказ, территория России? Ну, если мы возьмем конкретно Францию, то французы все-таки в достаточной степени прагматики и, опять же, вспомнить, ну, скажем, вот и Азербайджан в 2018 году на выставке вооружения. Что я вижу? Сразу несколько крупнейших французских фирм, которые предлагают Азербайджану свои вооружения, новейшие причем вооружения. Понятно, что Азербайджан, как платежеспособное государство, очень выгоден Франции именно в плане торговли. И я не думаю, что Франца не понимала, против кого могут использоваться вот эти вот вооружения. Поэтому, да, вопросы обогащения, вопросы, как бы, ничего лишнего, это просто бизнес. Бизнес может быть самого разного толка. То есть, как напрямую торговля, там, не знаю, оружием, еще какими-то там вещами, так и бизнес на, именно на политике, на политических спекуляциях, на создании напряженности, раскачивания ситуации в регионе. Есть масса прикормленных экспертов, журналистов, которые получают за эти деньги. Есть целые международные институты, которые живут на этом и кормятся с этого дела. Понятно, что, вот, в интересах Азербайджана сейчас стабилизировать ситуацию, значит, следующая, как бы, крупная задача, это все-таки договориться о Загдинбургском коридоре и сделать, связать, ну, условно, да, континентальный Азербайджан с накичеванием и Турцией железной дорогой. Ну, вопрос, так или иначе, все равно, я думаю, решится с участием Армении, без участия Армении. То есть, уже, как бы, поднимался вопрос, что можно через Иран эту железную дорогу все-таки провести. И, думаю, иранцы, они, в общем-то, тоже прагматики, они понимают выгоду вот этой железной дороги. То есть, если не согласятся, ущерб своим же экономическим интересам армяне на нее, ну, я думаю, что согласится Иран, либо будет это решено еще каким-то способом. Я думаю, что и официальные лица Азербайджана тоже убеждают, вот, на переговорах Иран, что вот этот Загизурский коридор, он не в ущерб национальным интересам Ирана. Конечно, конечно, конечно. То есть, здесь никаких интересов национальной безопасности того же Рана не усматриваются вот от слова вообще. Вот, ну и насчет вот этих вот, скажем так, анклавов, различных непризнанных территорий и так далее, давайте вспомним, с чего все началось. То есть, разыгрываться национальная карта, именно национально-националистическая карта, начала, во-первых, в самом начале 20 века, при крушении Российской империи, значит, когда уже новое советское правительство, значит, начало делить целостность бывшей территории империи, да, и появились как раз первое национальное государство, значит, тот же Азербайджан, значит, та же Грузия, и потом уже по национальному признаку они обратно входили в Советский Союз. То есть, вот именно мина вот этого вот национализма, националистического, националистических интересов, она была заложена именно тогда. Ну и, разумеется, вот эту националистическую карту начал разыгрывать Запад в 80-е годы, значит, когда поняли, что можно сыграть на вот этих национальных противоречиях, на противоречиях национальных интересах, ну и, собственно, по большому счету, именно национализм развалил Советский Союз. Сейчас Запад не придумывает ничего нового, пытается играть вот ту же самую игру, только уже на меньшем уровне. То есть, дробите дальше целостность государств, которые, скажем так, отпочковались, откололись от некогда большой империи. Поэтому, да, они будут пытаться играть на этом, в том числе пытаться мутить в Грузии. На Северном Кавказе, в России это уже, в общем-то, происходило в конце 90-х, в середине 90-х годов. Ну вот, собственно, Российская Федерация была в полном праве, в общем-то, навела тогда порядок в Течне, в Дагестане. Думаю, что этот порядок будет сохраняться, во всяком случае, еще какое-то время. Ну вот, то же самое пытаются творить в других регионах. Ничем хорошим, в общем-то, это не кончится. Это не кончится. В любом случае, это будет провоцировать какие-то вооруженные конфликты, вооруженные столкновения. Потому что добровольно, на добровольных началах, мало кто из политиков, скажем так, готов взять на себя такую, скажем так, миротворческую, что ли, миссию и предоставить либо суверенитет, частенько этой своей территории, либо какими-то жесткими методами все-таки навести там порядок. На это тоже, как бы, нужно, в общем-то, решиться. Для Азербайджана решение карабахского вопроса, ну, скажем так, вы очень долго ждали, вы очень долго к этому шли и, в общем-то, готовились и воспользовались той благоприятной ситуацией, которая сейчас сложилась в мировой политике. Поэтому я очень, как бы, рад за вас, у вас, в общем-то, все получилось и думаю, будет получаться дальше. Но угроза такому противостоянию, раскачиванию именно национализма в каких-то отдельных других территориях, это есть. То есть, это есть и отдельные группы. То есть, тут сложно, тут даже не сказать, что это заинтересованность там той же Франции, Германии, Соединенных Штатов. Вы правильно сказали, что это больше заинтересованность отдельных бизнес-сообществ, бизнес-групп. Провоцирование вот такой вот ситуации. То есть, банальная попытка зарабатывания денег на кризисе в мутной вот этой вот воде. Алексей, я уточню, а вот то, что вот будут мутить воду на каких-то других территориях, в том числе националистических, это что имеется в виду, какая география? Да, по всему миру. Мы же видим, что, ну, вот для нас это актуально. Я понял, я просто подумал, что на территории Азербайджана будут мутить воду. Нет, я думаю, что на территории Азербайджана им по рукам уже как бы дали. Потому что Азербайджан многонациональное государство. Да, Азербайджан многонациональное государство, но национальных проблем вот сейчас внутри Азербайджана нет. Вы не найдете, ну, наверное, ни одного там, кто долгое время проживается вот на территории современного Азербайджана, кто бы жаловался на какие-то там притеснения или еще что-то. То есть абсолютно нормальное светское государство, очень прочное, где очень, ну, свято соблюдаются интересы граждан вне зависимости от национальности. Вот. Сейчас все утрясется, я думаю, постепенно. Конечно, это вот не завтра произойдет, а все это будет постепенно. Утрясется и на территории непосредственно Карабаха. Речь идет о той же Грузии, да, там и ситуации с соседями, ситуации с Абхазией. Все вот эти вот, ну, скажем так, квази-государства, непризнанные или мало тем признанные республики. Если говорить дальше, там, о постсоветском пространстве, Приднестровье, тоже можно вспомнить, тоже постоянно разыгрывается эта карта, в том числе сейчас и в связи с событиями в Украине. Вот. А в целом, смотрите, что сейчас творится в той же Африке. Постоянно идут различные перевороты, постоянно идут различные дробления, вот эта вот постоянная нестабильность. И здесь уже, ну, ту же Африканскую карту разыгрывают во многом на государственном уровне. То есть там интересы Соединенных Штатов, Китая, очень большие интересы. Ну, вот Россия по-прежнему пытается играть какую-то роль в африканской политике. То есть это вот один такой момент. Что касается исхода, я думаю, это больше психологический фактор. Ну, вспомните, да, когда, 91-й год, когда прошла оккупация Карабаха, был же подобный, аналогичный исход и азербайджанцев из Карабаха, скажем так, континентальный Азербайджан, и тех же армян из Азербайджана в Армении уже, точно так же, как убежали люди, снялись и уехали. То есть их никто не выгонял, де-факто, никто им не угрожал, по большому счету. Просто... Кому никто не угрожал, никто не выгонял? Это касательно 90-х годов или вот сейчас? И если 90-х годов, то какой национальности никто не угрожал и не выгонял? Значит, какой национальности... Ну, прежде всего, азербайджанцы не выгоняли и не угрожали армянам. То есть понятно, что в Карабахе был непосредственно вот именно геноцид азербайджанского населения, азербайджанцы были вынуждены бежать. Вот. И это уже, в принципе, сидит в генетической памяти народа. Но у каждой палки два конца. И те же армяне, они помнят, что они творили. И они вправе интерполировать как бы на себя. Они также могут подумать, что Азербайджан поведет себя таким же образом в отношении их. И вот этот вот психологический как бы фактор, помноженный на пропаганду, а в общем-то в Карабахе велась пропагандистская работа, и даже просто... Самая эффективная пропаганда это слухи. То есть и среди населения распространялись слухи, что вот сейчас придут азербайджанцы, вас будут резать, вас будут убивать, вас будут изгонять. Поэтому давайте-ка лучше вы сами соберетесь и уедете. То есть вот это один из наверное главных факторов вот этого армянского исхода из Карабаха сейчас. Хотя реально никакой опасности в общем-то нет. То есть официально задекларирована помощь, поддержка армянского населения. Международные организации пожалуйста приезжайте, наблюдайте, смотрите, что происходит. И та же делегация вон, как я уже говорил, она была. Она увидела, что все в общем-то нормально, никаких предпосылок там для кого-то геноцида нет. То есть люди уехали по сути добровольно. Да, они были гонимы своими страхами. своими страхами на основу основания для этих страхов они же создали в общем-то сами. Когда изгоняли Азербайджан в свое время там 35 лет назад азербайджанцев. вот и именно современные ну скажем так недобросовестные политики националисты разных мастей они вот эту карту разыгрывали они подогревали вот эти слухи распускали вот эти слухи именно чтобы создать напряженность дестабилизировать вот эту вот ситуацию. Но я думаю что потихоньку это все устаканится и успокоится. Выигрыши останутся те армяне которые не покинут территорию Карабаха которые останутся в общем-то жить. Я думаю что у них будет там все хорошо. все замечательно и намного лучше чем у тех беженцев которые ныне Карабах покинули. Алексей вот ты сказал что в начале беседы что Германия как бы двояко относится к ситуации вокруг войны в Украине. Она с одной стороны помогает Украине с другой стороны не хочет экономически значит терять контакты и сотрудничества с Россией. Я думаю что когда Макрон заявил судя по последним сообщениям что нецелесообразно в Азербайджане против Азербайджана применять санкции на него наверное оказали давление и нефтяные компании нефтегазовые компании французские которые тоже заинтересованы в том чтобы присутствовать в Азербайджане участвовать в этих проектах энергетических. с другой стороны мы видим что Франция теряет значит контроль и свой авторитет ее вывозят из ряда государств Африки где она в том числе добывала уран и за счет которого она свою энергетическую экономику поддерживает. Почему я это говорю потому что также насколько известно она закупает уран у Казахстана и вот вследствие ее политики предвзятых к Баку в вопросе Карабаха в вопросе с Армении Азербайджан несколько месяцев не пропускал через свою территорию уран из Казахстана в Афран то есть как ты говоришь палка о двух концах мой вопрос о чем вот сейчас резко между Россией и Арменией как бы испортились отношения но не нам рассказывать не мне тебе рассказывать не нам рассказывать и зрителям вот чем все это закончится и вот опять же принятие статута римского и попытки значит западников выдавить Россию из Армении и из Южного Кавказа чем это может завершиться и код ученые все кодят подзапи кругом да 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 помощник консультант взаимоотношения Россия и Армении вопрос конечно такими корнями дело в том что в российской политике очень много выходцев из Армении в том числе в внешнеполитическом ведомстве в МИДе Российской Федерации очень мощно в Российской Федерации присутствует армянский бизнес часть российских торговых сетей напрямую контролируется бизнесменами армянского происхождения вообще очень мощно в России армянское лобби представлено но скажем так меня иногда спрашивают почему ты армян не любишь ребята ну я в принципе армян люблю у меня вопросов никаких нет к обычным гражданам Армении более того там есть конечно очень далекие такие но в том числе и родственные связи с Арменией представителями армян армянской национальности скажем не Армении как таковой а с выходцами из Армении но в последнее время вот эта политика Армении политика давления на Российскую Федерацию причем давление не только политического но в том числе и культурного я бы сказал она просто раздражает режет глаз ну я уже как бы упоминал про те же хачкары да последнее время несколько крупных наших российских кинокартин в общем таки кинематограф это очень мощное такое средство пропаганда нужно сказать и несколько крупных кассовых картин очень хорошо сделанных они напрямую финансировались Армении ну допустим фильм про посадку самолета на кукурузное поле прямо в титрах читать смотрите что при участии Армении фильм создан именно при финансовой поддержке специально ради этого введен персонаж значит дедушка такой добрый армянин который с корзинкой персиков каким-то образом попал в салон самолета и вот эти персики там пассажирам раздавал или вот замечательный фильм вызов о полете женщины врача в космос там о спасении космонавта то же самое финансируется Армении вводится персонаж положительный такой персонаж да армянский паренек доктор который тоже готовится к этому полету кто-то на этом может и не обращает внимания но лично мне глаза режет именно вот такое мощное давление армянин а? само пиар да 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 само пиар попытка то есть мы с одной стороны вот сейчас обвиняем Россию в предательстве русские вы такие плохие туда-сюда нас бросили там кинули еще что-то а с другой стороны они пытаются показать какие мы там армяне замечательные положительные и так далее и тому подобное вот а собственно каким образом Россия предала интересы какие это были интересы вообще как Россия могла их предать или не предать ты пропадаешь извини че предала интересы Россия Армении то есть ну то что сейчас как бы заявляется вот Россия предала интересы значит Армении ну пардон какие интересы за что Россия подписывалась ну если в рамках ОДКБ никакой внешней угрозы собственно тут не было речь идет о территории Карабаха которая была выведена из-под юрисдикции ОДКБ что вы еще хотите Азербайджан разве нападала на территорию непосредственно Армении нет более того Армения она же сама не признавала по сути Карабах ну ребята давайте будьте честными соответственно что еще что могла сделать Россия напасть на Азербайджан какие основания ну даже вот просто вот так даже если бы у России была такая возможность никаких оснований нет ввести санкции против Азербайджана какие основания это собственно абсолютно не в интересах то есть если посмотреть внешнеторговые балансы между Россией Азербайджаном и Россией Армении ну особенно на период вот досанкционный то внешнеторговый баланс Азербайджаном у России был намного выше это сейчас по сути Армения превратилась в стиральную машину для отмывки и финансовых потоков и товаров санкционных товаров которые сейчас идут через Армению в Российскую Федерацию более того вот это вот таможенная очистка можно сказать санкционная очистка товаров которые идут в Россию она сейчас настолько ощутимую роль в бюджете Армении играет что ну ребята как-то ссориться с Россией вам самим поэтому не знаю тут такое ощущение ситуации по дедушке Крылову слону моська то есть маленькая Армения значит тяпкает гавкает на плана Россию ну в общем-то Россия сейчас никак не реагирует я думаю не будь вот того осложнения ситуации вокруг Украины связанной с Украиной Россия может быть как-то более скажем так внимательно может быть более жестко контролировала вот эти процессы происходящие на Южном Кавказе более активно вмешивалась в эти дела ну а сейчас поскольку мы влипли на Украине поповой программе Россия просто стала как бы на букву международной законности по всем международным законам обязательствам договоренностям она исполняет свои обязательства при этом какой-то вот именно помощи в противостоянии Армении и Азербайджана особенно вот именно на фоне Карабаха Россия не обещала ничего не декларировала о чем может быть вообще разговор поэтому я думаю что ну да со своей стороны сейчас у руководства в Армении возможно есть какая-то обида но опять же обида на что я понять не могу вот тех же армян на что вы обижаетесь вы сами создали эту ситуацию вы сами понимаете я не думаю что вы не понимаете вы прекрасно понимаете свою неправоту в отношении Карабаха вы прекрасно сами осознаете что территория Карабаха вами была незаконно оккупирована что вы добиваетесь то вы прекрасно понимаете что никто вам в этой ситуации не поможет если вы если бы вы хотели контролировать эту территорию то наверное в течение вот этих вот там 30 лет вы должны были развивать эту территорию развивать экономику этой территории так чтобы ну во-первых усиливать свое государство а что мы видим на территории Карабаха полная разруха то есть де-факто мы вроде как бы контролируем эту территорию но ничего не делаем только разрушаем продолжаем разрушать эта территория не заселялась там ничего не строилось там не развивались никакие предприятия производства ну зачем тогда этого нужно было спокойно признать свою неправоту сесть спокойно значит вернуть территорию Карабаха Азербайджану наладить какие-то добрососедские отношения наладить торговлю все бы жили припевающе а сейчас вот мы какие-то обидки закатываем какие-то претензии той же России мы-то тут чем виноваты ну и соответственно вот эти обиды в адрес России сейчас подкрепляются заигрыванием с западом именно опять же давайте дружить против России давайте проводить мучения НАТО давайте сейчас мы еще ведем туда какие-то войска НАТО хотя я не знаю как это физически можно сделать для чего это ради чего вы господа в общем-то армянские политики сами понимаете что вы во многом живете за счет России по сути такое ощущение что не каждый раз стреляют себе в ногу вот что бы не сделали ситуация такого тут ванга что бы Пашинян не делал все плохо и каждый раз все хуже и хуже мы себе раз в ногу выстрелили потом в другую ногу выстрелили и так далее но понять логику можно пытаться как-то ее объяснить но но понять такое ощущение что логики нет от слова вообще или она какая-то своя армянская спасите большой Алексей да не за что тем приятнее что ты редкий гость надеюсь что в следующий раз мы с тобой будем записывать не 6 октября 24 года пораньше потому что это время так быстро летит что фантастика вообще да вот фантастика записка 6 октября 21 22 23 года и между этим вообще как этот самый отмечаем новый год каждый раз 6 уважаемые дамы и господа вы смотрели интервью с независимым российским военным экспертом Алексеем Клопотовым на моем авторском YouTube-канале современный разговор с Расимом Бабаевым Алексею еще раз было приятно с тобой общаться до новых встреч спасибо до свидания ставьте лайки жмите колокольчики замечательный канал всего доброго подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий до новых до новых до новых Продолжение следует...